Ну и в конце выпуска о якутском Оскаре его теперь будут присуждать ежегодно. Напомним, изначально статуэтка была сделана для Леонардо Ди Каприо и собранных жителями Якутии серебряных и золотых украшений. Тогда местное население принесло почти полтора килограмма драгоценных металлов. После широкого обсуждения в обществе и положительных откликов, организаторы акции решили, что в 2017 году Лея, именно так назвали якутский аналог голливудской премии, получит другая, не менее известная личность. Пока мы не знаем, по какому принципу будем избирать следующего кандидата, но уже точно известно, что это будет не сильная награда. То есть это могут быть и политики, ученые, общественники, то есть люди разной профессиональной направленности, внешне особый, скажем так, в виде человечества. И можно сказать, что следующий кандидат на них, в принципе, не определён. Но пока мы не будем говорить о немеем. Где же скрипку надо? Пока нет. Еще одну? Еще одну бережку. Это их вверх головой и тем, что в руках держит не меч, а национальный якутский сосуд, чурон. Статуэтка, кстати, отлита из серебра. Чтобы доставить народную награду Леонардо Ди Каприо, организаторам пришлось проделать огромный путь из Якутии в Америку. В марте актер опубликовал в социальной сети снимок полученного Лея со словами благодарности жителям Якутии. Особенно женщинам, собравшим материалы, из которых получилась эта статуэтка. Продолжение следует...